Любой многоквартирный дом, конечно, если там не образована ТСЖ, нуждается в управляющей компании. Она для жильцов в первую очередь должна быть надежной. Управляющая компания Сочи Теплоэнерго, выйдя на рынок, менее чем за год, успела зарекомендовать себя на самом высоком уровне. Об этом говорят сами жильцы. Так как у нас дом новый, и не все жители еще сделали ремонт, очень часто приходится прибегать к помощи аварийных служб. И управляющая компания действительно очень сильно нам помогает. Это аварийная служба лифтов, аварийная служба тепловых коммуникаций, аварийная служба электрических коммуникаций, электрических сетей. Мы на сегодняшний день очень довольны их работой. Управляющая компания лицензирована и имеет договоры на управление и обслуживание 42 жилыми домами. Еще 10 домов на стадии перехода под управление с 15 ведутся переговоры. Район охвата от Мамайки до Красной Поляны. Не боится управляющая компания взять под свою опеку и совсем старый фонд, где проблем гораздо больше, чем, например, новостройки. Это дома по Курортному проспекту и по улице Петропавловской в Адлере. Не было у них ни тепла, пока мы не пришли, и не было у них, но канализация очень текла, полный подвал воды был. На сегодняшний день все мероприятия необходимые были нами выполнены, и подвалы осушены, от комаров обработаны, и люди живут уже нормально, достойно. Создан профессиональный коллектив, который не обещает, а действительно работает. Немаловажно, если все под контролем, то нет теплопотерь, а, соответственно, экономия средств жильцов. Ведь и такое отношение люди сами приходят для заключения договоров, и убеждать никого не нужно. Мы довольны, и жильцы довольны. В общем, я бы сказала, что за прошедший год мне нравится. Мне это нравится. Вот они работают, они откликаются. Аварийка, если дом старый, в общем-то, больше 50 лет дома, всегда приезжает вовремя, потому что проблем много случается. Эффективно работает диспетчерская. Круглосуточно звонок от жильцов сразу же фиксируется, и в электронном журнале диспетчера тут же отображается, во сколько звонили и в какое время выехала бригада. Поменяли насос. У нас очень большие проблемы с теплоузлом изначально. И управляющие компании другие этим не занимались. Конечно, кроме аварийной помощи всегда текущий контроль за состоянием жилого фонда. Уборка и благоустройство территории, обслуживание инженерных сетей – все в рамках заключенного договора. Если кого-то заинтересовала деятельность управляющей компании «Сочетеплоэнерго», можно обращаться по адресу Юных Ленинцев, 23, вход со стороны Северной, или по телефону 2-64-31-94. Кроме того, каждую среду с 14 до 17 часов ведется прием граждан специалистами управляющей компании по всем вопросам, связанным с управлением жилым фондом. Елена Авсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.